Размеши Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире народное шоу «Рассмеши комика» Программа, в которой люди с хорошим чувством юмора могут заработать хорошие деньги В съемках нашей программы участвует очень много народу Это и звукорежиссеры, и операторы, и стилисты, и гримеры В общем, много-много-много-много народу Но слава, самое обидное, достается двум людям, которые просто сидят и ржут Хотя, с другой стороны, они за это платят деньги, поэтому пусть сидят, а главное, пусть ржут Владимир Зеленский и Евгений Кашевой Размеши, что вам? Размеши меня, размеши Привет, ребята, добрый вечер Добрый вечер, здрасте Здрасте Ребят, да, завтра уже улетаю домой в Россию все Полдня есть свободные, хочу посетить какие-то места такие, знаете Хочу вроде и в зоопарк, выставка, музей, ну что-то вот Вот такое, да У нас есть одно место, вот, под Киевом Там есть и немножко лавры, и музей, и зоопарк там И картина о галерее неплохая Да, Межигорье называется А что, вход, дорогой вход? Вход? Сколько стоит? Ну, сейчас недорого, там хозяина сейчас нет, так что, может... Как нет? А где хозяин? А это ведь мы у тебя хотели спросить Ты из России? Ну ладно Вернемся Дорогие друзья Для начала правила нашей игры Каждый участник, вышедший на эту сцену, должен будет за одну минуту рассмешить наших комиков Если ему это удастся, он получает одну тысячу гривен Смех комиков на второй минуте принесет ему пять тысяч гривен На третий — десять, на четвертый — двадцать И тот, кто сумеет на пятой минуте рассмешить наших комиков, получит пятьдесят тысяч гривен Я думаю, все понятно, зрители готовы Мы начинаем Ровно неделю здесь не был Все чистенько, аккуратненько Зеленую кнопку я нажимаю тогда, когда вижу, что участник готов и первую минуту уже можно запустить Красную кнопку нажму только тогда, когда увижу улыбки или смех или истерику на лицах наших комиков Синяя кнопка до сих пор не знаю, что такое, но думаю, что в процессе узнаю Оп! Заснул человек Мы начинаем Встречаем аплодисментами «Твердохлеб Денис» и «Ксинжук Иван» из города Полтава Иван, Денис Здравствуйте Здравствуйте Смотри, с поп-корном пришли? Да В кино, что ли? С палочкой, с гаишной Это талисман нас Ваш талисман? Да Ну это вообще у гаишников талисман на удачу Деньги приносит, вроде как, может, сегодня срастется Ребят, где учитесь? Уже не учитесь Уже выпустились, да Выпустились? Да Откинулись? Можно так Понятно, мужики, удачи вам А вы в прошлый раз сколько выиграли или не выиграли? В прошлый раз проиграли, перед этим 20 Выиграли А проиграли сколько? Проиграли 10 Ага А сегодня хотите сколько проиграть? Или выиграть хотите? Сегодня мы хотим, как не в прошлый раз Ну давайте, 50 Удачи Спасибо Иван, Денис, я вам тоже желаю удачи Поехали Так, представьте, парень из села поступает в университет Давайте послушаем мысли членов его семьи Отец Отец Хоть бы поступил, хоть бы поступил, хоть бы поступил Мать Хоть бы на бюджет, хоть бы на бюджет, хоть бы на бюджет Брат Хоть бы съехал с комнаты, хоть бы съехал с комнаты Свиня Хоть бы не зарезали, хоть бы не зарезали, господи Так, представьте, необычный случай в бане Кицца, кицца, чуешь, кицца, кицца, о, кицца Давай я тебе потру спинку, кицца Шо, шо? О, ты кицун Вторая миниатюра приносит вам 1000 гривен Друзья, мы вас с этим поздравляем Я просто не знаю, что это такое, поэтому Кицун? Да, откуда я? Ну, кицца, ты понимаешь, что? Нет Кицца — это кошечка, кошечка Она говорит, она моется спиной, кошечка, кошечка А он поворачивается, говорит, о, так ты... Так ты кицун Это не переводится Кошарик Но это смешно Точно Бомба вообще Ребят, на кону 5000 гривен, мы предлагаем вам вторую минуту Идем Идем Не можем вас остановить Наверное, у каждого в группе был такой студент Итак, случай на лекции Отже, шановне студенти, записываем эту тему Гиперболичный синус, а ки... Что такое? А це песать Песать Синус квадрат х додати космус квадрат х дорівнюю 1 А це песать? Песать Это песать, 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 песать Отже, квадрат гипотенузы дорівняю сумму квадраты в катетях, які дорівнюю... Я извиняюсь А це песать? Твердохлеб, ты понимаешь, это лекция На лекции все надо писать, придурок Так что и это песать? Идем дальше, представьте, две жабы на болоте Виктор Федорович, вы впевнене, что нас тут никто не найдет? Впевнене, впевнене Идем дальше, представьте, блондинка сдает на права Так, стоп! Отпускаем те, за что мы сейчас держимся Ужас! Дураки! И мне нравится, Вить, Вить, мне нравится, как девочки смеются громче всех Ну им еще сдавать на права, конечно Ребята, вы выигрываете 5000 гривен, аплодисменты вам! Я вижу, что вы подглядываете в свои бумажки Видимо, будем продолжать дальше Да, будем продолжать Итак, представьте, случай в тату-салоне Здравствуйте, значит, сделайте мне татуировочку Значит, вот тут напишите за ВДВ, да? Вот тут, значит, надпись «Не забуду, мать родную» И тут, короче, по центру «Вася царь» Давайте Ай, блин, что такое? Аккуратней, блин Понабирали по объявлению руки непонятно откуда Да что ты смотришь на меня? Что? А? Так что, иди писать Итак, представьте, гаишник остановил Елену Беркову Эээ, документы Идем дальше Представьте, парень так эмоционально рассказывал Ребят, вы знаете, сколько вы выигрываете? Ребят Да, десять Сколько вы уже выиграли? Десять, вроде Десять Десять Это абсолютно правда Спасибо Абсолютно правда А у нас есть двадцать тысяч Мы можем, кстати, вам их предложить Хотите двадцать тысяч, ребят? Хотим, но... Хотим 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 А мы хотим, чтобы вы нас развеселили Получится? Посмотрим Итак, представьте, парень хотел позвонить в секс по телефону, но дозвонился в телефон до Веры Добрый день, оператор Наталья, слухаю вас О, оператор Вчера была медсестра, ну-ну-ну Я не разумею, вам потребна шрифтка-допомога? Да Я весь горю Подождите, якщо вас жар запамятайте, головне запущить Шо и тут писать? Идем дальше Представьте, парень так эмоционально рассказывал стишок, что прикоснулся к груди преподавательницы Ладно, Иванов Твердое четыре Да ладно, тут второй максимум Ээээ Идем дальше Представьте, влюбленная пара на крыше девятиэтажки Я так рад, что мы с тобой одни Да перестань Слушай, девятиэтажка романтик Да успокойся Мы, может, уже приступим к делу? Да хватит Слушай, ну я давно этого хочу, что случилось? Да я тоже этого хочу, что ты мне трусы одеваешь? Я их снимаю, ты одеваешь, я их снимаю, ты одеваешь Безбожники, пошляки, но богатые Ребята, а теперь вы знаете, сколько вы уже выигрываете? Двадцать 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 А что ж так неуверенно-то? Чувствуете, что могут уйти от вас двадцать тысяч? Нам бы этого не хотелось Ну что, забираем? Мы сейчас немножко посовещаемся, можно одну секундочку? Ну такой юмор у ребят, да? Ни, ниже Китюнский Итак, ребята, на кону пятая минута и наш главный приз Пятьдесят тысяч гривен Эти аплодисменты вам Мы с удовольствием отдадим вам этот приз Аплодисменты Какая-то есть у меня уверенность, что рассмеются комики Ну статистика такая Эх-эх-эй Опасно, очень опасно Да, очень опасно А именно вы специалы Конечно Нам тоже опасно Так мы вам всего двадцать отдаем, а так уже пятьдесят Мы тоже нервничаем, волнуемся Смотрите, мы в равных условиях с вами абсолютно Нет, мы остановимся Ребят, хорошие шутки, юмор классный Зритель поддерживает Я уверен, что еще есть Миниатюр пять точно у вас есть Если не тратить время на достаточно веселое вот это вот юмористическое колечко писать Если не тратить на него время, то еще больше шансов Там уже все написали просто С вами очень классно, но мы заберем деньги Спасибо большое Хорошо, ребят Вы выиграли двадцать тысяч гривен Спасибо Мы вас с этим поздравляем Размеши свежного Сделай, чтоб парень спиялся Размеши свежного И под столом валяться Размеши свежного Пусть намочит колготки Размеши свежного Ну только не в будущих водки Очень отличное настроение, очень теплый зал, очень расположены комики сегодня к юмору Очень все круто Село Дубровица, Ровенская область Красько Анна Викторовна Ваш аплодисмент Размеши свежного Размеши меня Размеши меня Анна Викторовна, проходите, пожалуйста, мы вас все встречаем аплодисментами Это вам аплодисменты Анна Викторовна, здравствуйте, мы вас приветствуем Добрый день вам Вставайте посерединке Здрасте, Анна Викторовна Здрасте, здрасте Доброго здоровьячка вам И вам доброго здоровьячка Анна Викторовна, скажите, решили немножко заработать денежек Либо просто прийти и повеселиться. Пришла побачить хлопца таких гарних. Я хотела до вас добраться ближе. Анна Викторовна, вы обязательно это сделаете. Сразу после того, как попытаетесь. Хотела. Вельми вас люблю. Спасибо, Анна Викторовна. И вашу передачу всегда люблю. И я вас так люблю. Дуже дякую, Анна. Хотела что-то вам сказать близенько. Близко? Ну, идите. Я вас не упал. Не, нормально. А, ну, добренько. Так, вот так. Добренько. Вот, вот он. Вот это ты. Самый хороший смеяться так. Такие добрые, такие. Я вам хочу что-то вручить. Да, дайте я вам. Свой политический край. Ребята, мы с вами не знаем, а к Женьке бабушка приехала. Ага, к Женьке бабушка приехала. Это вам. Это вам. Спасибо. Спасибо. А потому что здесь... А, вон, вон. Где она? А, далеко. А, где он? А, как далеко. Ну, и до того треба добраться. Чи нехай он придет. Я бегу, бегу, бегу к вам. Вот он, вот он. Вот это он все. А, вон, 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 вон. Дубровица. Дубровица, да? Дубровица, да? Дубровица, да? И как там дела? Добре. Чош. А много людей там живет? Я, хиба, я считала. Молодец. А, так вы как домой. Кругом богатого людей у нас, кругом богатого. Анна Викторовна, ну давайте, если вы готовы, мы запускаем первую минуту, и вы пытаетесь выиграть у нас деньги. Точно? Давайте. Поехали. Первая минута пошла. Танька, пошли на танцы. Так у меня же ноги кривые. Я же, я буду танцевать. Да, будешь танцевать, ты же... Будут танцевать в шейк. Тебе и мне, тебе и мне. Вот, тебе и мне буду танцевать. А, ты шо? Тебе и мне танцевать? Забыла баба уже. Шой, шой бае. Что было баба шоу бае? Анна Викторовна, вы выигрываете одну тысячу гривен. Потому что вот это ваша непринужденность. Вот это спокойствие, ваша уверенность в том, что вы говорите, приносит вам одну тысячу гривен. Спасибо вам. Витя, ты просто не услышал, там была фраза, ну, Анна Викторовна пыталась вспомнить, видимо, и потом говорит, ну, забыла баба. Нема ничего у меня написано, то я так уже. Анна Викторовна, может быть, возьмем одну тысячу? Как достать, то возьму. Да, одну тысячу. Ну, мы вас поздравляем, одна тысяча гривен, правильно. Лучше тысячи в руках, чем пять, непонятно где. Поздравляю. Анна Викторовна, мы вас поздравляем. Проходите. Попытается рассмешить наших комиков Гаупт Эдуард, город Красноармейск. Рассмеши свежного, рассмеши меня, рассмеши меня. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас друзья зовут обычно? Эй, ты куда пошел? Вы готовы? Да. А мама вас как зовет? Эй, ты что, пришел? Ну да, иногда бывает и так. Чем занимаетесь, Эдуард? Профессионально безработный. Диалог не только у тебя, Витя, не складывается. Ну, в принципе, я почему сюда приехал. Да, вот. Я хотел, вот недавно накануне поссорился со своей девушкой и хотел на всю Украину признаться ей в любви. Вы нравитесь очень сильно моей девушке и я очень попрошу вас, чтобы вы сказали, Виктория, Эдуард вас очень сильно любит. Виктория, Эдуард вас очень сильно любит. Евгений, а теперь я вас попрошу, есть вторая девушка, ее Оля зовут. Вы ей очень нравитесь, сможете сказать это? Да. Оля, забери, пожалуйста, Эдика обратно. Хорошо, удачи вам, Эдуард. Спасибо большое. Ну, а мне, видимо, остается только нажать на кнопку, чтобы первая минута пошла. В массовой драке среди бомжей на первый взгляд непонятно, кто пострадавший. Косоглазые птицы осенью улетают на юго-запад. Отсидевший архитектор теперь строит дворы так, чтобы менты не догнали. На Олимпиаде в Сочи немецкие биатлонистки случайно увидели свою старую митсубиси-галант. Проститутка, которая любит посещать, просвещать людей, во время секса выкрикивает весьма интересные исторические факты. Мужик настолько громко скрипел зубами во сне, что жена нет-нет, да и подливает ему в рот масло. Женя, прости. Евгений Кашевой понимает, что хорошо помыл голову, когда она начинает скрипеть. Маленький Вася не увидел снег во дворе и стал лепить снеговика из папиного порошка. В семье, где муж чавкает, а жена сёрбает, дети ненавидят борщ. Женщина, у которой 20 лет не было секса, помнит имена и лица всех парней, которым отказала в юности. Десятый час, блуждая по лесу с криками «Ау!». Эдуард. Эдуард, спасибо, что навестили нас. Спасибо большое. Будет желание, приезжайте ещё. Пока-пока. Спасибо. Ковтун Ростислав и Малерчук Юрий. Город Ивано-Франковск. Добрый вечер! Киев, столица Гуриф! Привет. Привет, ребята. У вас шляпа на голове. Да. Круто, мужики. А откуда такие костюмчики? Из Ивано-Франковска, столица Гуцульщины, Коломее, Яремче. Такая прям экскурсия у нас прошла. Да, да, да. Ну, мы рады вас видеть, хлопцы. Дякую. Мы вас так же. Дуже дякую. Спасибо большое. А чем смешить будете? Ну, звичайно, тематика яка? Гуцульская тематика. Самые приехали из Западной Украины. Хотели бы потешить сердца глядачей и ваши сердца таким живым Гуцульским. Таким ух! Ух! Тогда удача вам. Но перед тем, как мы начнем, мы знаем… У нас есть там на полонине интернет. Мы прочитали, не будем исполкать контору. Думаю, люди не знают. Где у кого был день народжения? А где у кого еще маете день народжения? Из наших комиков. Да, из наших комиков. Я думаю, может быть вы знаете, у кого было день народжения и у кого не было. И мы бы хотели презентовать то, что уже возможно было. А может и нет. Да. И чтобы не исполкаться, у кого был день народжения, чтобы друг не обидался. Одного мы привитали с прошедшим, да, одного с прошедшим. Яйцо и две сапилки. А у вас наступающая сапилка, это ручки. А мне что? Это гуцульский национальный сувенирчик, но вы поймете потом, что это такое. На радость, да. Боже, а это поняночка. Ясно, дякую. Ребят, если вы готовы, мы готовим. Поехали, удачи. Раз, два, три. Пошлись мы. Прикарпатские пенсионеры-свенгеры меняются городами. Франкевские учители не могут понять, как это иметь двое наирки и не иметь денег сдать на штори. Вчера на Прикарпатті лексус отца Онуфрия въехал в мерседес депутата областной ради. Три години менеджники объединяли церковь от государства. В криминальном районе Ивано-Франкевска после 10-го гоп-стопа выдают дисконтную карточку. А сейчас уйдите себе самые культурные гуцульские гопники. Добрый вечер. Ребят, мы вас поздравляем, вы выигрываете одну тысячу гривен. Шляпы сыграли свое дело. Да. Ребят, идем на пять тысяч. Конечно. В конце гуцульского веселья молодая кидает не букет, а бухати. Буреведмий знайшов на букове лепачку презервативу, и теперь он ридкісный зверь. У гуцулей есть три стадии бедности. Грошей мало, грошей нет, и нужно доллары менять. Только зранку, после дискотеки, Христина поняла, что у нее лёжка не грек-толик, а греко-католик. А сейчас уйдите себе в герском селе Верховина, открыли Макдональдс. Кумцю, привет! Дай Боже! Женка сказала, что ты открыл Макдональдс. Макдональдс у Ивана. Кумцю? Чизбургер есть? Нет. Гамбургер есть? Нет. Бульбочка-фри есть? Нет. Нет. Нет, нет. Слушай, как вы, дорогенький, что у тебя в этом забегали? Дивися, сало, бринза, самогон, шарпанина. Верховина, я это люблю. Пара-па-па-па-па! Бабуся, которая видит свободное место в маршрутке, разгоняется до сотни за три секунды. Василь Веростюк не любит девчат легкой поведенки, потому что любит потягивать тяжеленькие. Забирай. Ну было, было. Владимир Зеленский засмеялся, принес вам 5000 гривен. Ребята, мы вас поздравляем. Дякую. Вы так сложили папочки, видимо, все, уже готовы руки забирать деньги, да? Просто поломался ноутбук. Вот этот ваш? И... Да, да. Да, вот такой такой, файный, гуцульский такой. Ну, до нашей технологии не дошли. И сказала жінка, что... Без ноутбука не повертайся. Не, ну мы ехали, вот выступали хлопцы там. Мы с ними ехали в поездке, еще проведнице, треба шоколадку купить. Она нас два раза хотела высадить. Ну, в загальному. Кею побачили, довольны, рады. Мы вам дякуем, да, надеемся, еще раз приедем до вас. Я хочу запросить. Мы вас поздравляем, ребята, 5000 гривен. Дякуем залу. Сегодня достаются вам. Мы очень рады, что мы приехали, что отмечали. Нарешті побачили своїх кумирів, побачили тих людей, які смішать нас і з якими ми завжди задоволені. Заробили гроші, їдемо додому, дуже раді приїдемо, напевно, що ще, і ще, і ще. Обычно весна приносит нам тепло, сонце і хороше настроєння, а людям с чувством юмора може ще і перенести 50 тисяч гривень. Це було шоу «Расміши комиків». С вами був Виктор Васильович. Покажемо! Расміши свечного! Сделай, щоб парень спіялся! Расміши свечного! І під столом валяться! Расміши свечного! Пусть намочат колготки! Расміши свечного! Но только не использую щекотки! Расміши свечного! Сделай, щоб парень спіялся! Расміши свечного! І під столом валяться! Расміши свечного! Пусть намочат колготки! Расміши свечного! Но только не использую щекотки! Расміши свечного!